Как мы обещали, реклама была недолгая. Почему? Откуда мы это знали? Потому что мы взглянули в будущее и узнали, долго она будет или нет. Тема сегодняшнего эфира «Взгляд в будущее». Степан Арефьев и Марина Гес, мы с удовольствием продолжаем. Вот, кстати, в древности считалось, что в будущее можно предсказать, всего лишь посмотрев на ночное небо, усыпанное звездами. Якобы расположение этих маленьких точек может повлиять на нашу судьбу. Так это или нет, как нужно сделать, чтобы начать управлять звездами и своей судьбой? Или вообще с чего начать познавать знаки, нам расскажет астролог, у нас в гостях, Залина Павлова. Доброе утро. Доброе утро, Залина. Скажите, пожалуйста, чтобы, допустим, предсказать свое будущее или узнать, что тебя ожидает в будущем, достаточно посмотреть на звездное небо? Если бы. Если бы. Если бы, сказал астролог. Все так сложно, да? Ну, надо обладать знаниями. Лучше с этим делом к профессионалу, если честно. Хорошо, то есть нужно пройти какое-то, не знаю, обучение, да? С профессионалом проходит мастер-классы, какое-то обучение или что, это достаточно посмотреть пару видеоуроков? Нет, нет, это длительное обучение. Это вообще я рекомендую избегать астрологов, которые вот, я астролог и все, мне больше ничего не надо. А вы астролог и все, вам больше ничего не надо или нет? Я постоянно, то есть астролог, это такая профессия, вот как медицина, да, один раз отучились, у них же постоянно обновление знаний идет. Это тоже самое астрология, потому что невозможно за раз взять и отучиться, это постоянно обновляющее. Залин, ну вот смотрите, вы астролог, вот допустим, вы ночью выходите, видите звездное небо. Вы можете вот с колпаком звездочки, выхожу, смотрю, да нет, это же такое устаревшее, мне кажется, мнение, когда, когда-то, может быть, так оно и было. Но сейчас мы уже в 21 веке живем, уже открываешь программу, у тебя там уже все это по небу ездит, все уже, конечно. И астрология стала уже современной. Более такой современной, да. А вы знаете, Залина, я специально себя выписал, буквально полторы-две недели назад, все говорили о том, что неудачи от ретроградного Меркурия, да, что-то там он как-то не так сделал. То есть правда, что определенное положение планет действует на нашу жизнь, вот ретроградный Меркурий на всем побежал. Да, ретроградный Меркурий, это такой период особый, им очень сильно любят запугивать людей. Есть небольшие корректировки в поведении у большинства, когда ретроградный Меркурий, но на самом деле вы можете поискать в интернете, как выглядит эта планета, и вы увидите, как она маленькая, но она много не сможет сделать. Да, какие-то Меркурии ответственны за связь, за коммуникации. Если в этот период начинать, например, новые дела или еще что-то такое делать, могут быть какие-то несостыковки, может что-то затягиваться, документы куда-то не туда отправляться. То есть вот именно в коммуникациях проблемы, но каких-то масштабных бед Меркурий не несет, и это не так страшно. Мне просто стало интересно, на какие группы подписан Степан, если он знает про этот Меркурий. Нет, а там весь интернет шумел. Да, я даже устала от этого. Да, очень много информации было. А вот сколько нужно учиться, допустим, чтобы смочь самому составить свой собственный гороскоп по звездам? Это в зависимости от того, каких учителей вы учитесь, потому что есть такие экспресс-курсы, где очень быстро, где очень сжато, мало воды. Есть длительное обучение, вот два года, пять лет, ну вот так, в среднем. Если вы хотите, чтобы это было прям профессионально, хорошо, то это где-то год-два. И у вас нет трех-пяти лет, вот обратитесь к профессионалам. Да, да, но если касаемо обучения, то это год-два. И так, чтобы более-менее. А вот когда ты уже год-два отучился, ты уже уверен в себе, вот можно как-то самому повлиять на звезды? На свое будущее. На будущее, любовь. По себе знаю, когда человек начинает изучать астрологию, потом тебе хочется сразу туда полезть, посмотреть, покопаться, что у меня там и что можно сделать. Поэтому это намного быстрее происходит. И подружки, друзья, все начнут, а посмотри, что у меня, а как там это. И поэтому это намного раньше происходит. Вот это определение там по звездам чего-то. Можно посмотреть, можно повлиять, можно многое скомпенсировать. Это отдельное направление, компенсаторная астрология, я ей тоже занимаюсь. И она выводит из проблемных каких-то ниш на то же самое здоровье, либо какие-то неудачи по любви, в деньгах, в карьере. Вот об этой сложной астрологии мы поговорим в следующий раз. А теперь мы понимаем, что можно узнать будущее по звездам. Большое вам спасибо. Удачи, чтобы звездам всегда улыбались. И вам, и вам. Спасибо вам большое. Ну, а у нас в студии, я напомню, была Азалена Павлова, Астровок. И мы, ну, по крайней мере, узнали, как можно приоткрыть завесу будущего.